Всем привет! Сегодняшний мой обзор будет посвящен одной простой, но довольно необходимой дома вещице, а именно умным Wi-Fi часам со встроенным термометром, датчиком влажности и в экосистеме умного дома 2Smart. Вроде бы и не нужная штука, но это первое видео из цикла «Как сделать умное управлянение котлом своими руками и очень-очень дешево». Давайте более детально познакомимся с возможностью этого устройства, посмотрим насколько оно точно определяет температуру, создадим несколько автоматизаций и посмотрим, какие данные будут передаваться в систему умного дома Home Assist. Поставляется в небольшой картонной коробке. На передней части фотографии устройства схематически обозначены основные возможности. На задней части характеристика устройства. Да, погрешности 1 градус по Цельсию или 5% по влажности, но 1 градус погрешности для дома это довольно много, скажу я вам, но мы проверим насколько это правда. Для безопасной транспортировки часы упакованы в пластиковую защитную коробочку. Так как устройство не имеет выносного аккумулятора, а питается от электросети, в комплекте находится длинный USB кабель USB Micro USB. Длина кабеля составляет 1 метр. Тут же находится инструкция, в ней особой необходимости я не видеть, все в принципе и так довольно просто и понятно. Само устройство выполнено в виде небольшого квадратика, при этом дисплей занимает примерно 80% места. Рамки все же довольно большие, могли бы сделать или больше дисплей или уменьшить размеры устройства, но это мое мнение, но может не совпадать с вашим. Толщина устройства небольшая, при этом часы уверенно стоят на любой ровной поверхности. Если необходимо установить часы под углом, в задней части есть небольшая подставка, которая имеет два режима наклона в районе 45 и 70 градусов. Под ней находится кнопка сброса настроек при длительном удержании и или переключение отображения температуры с градусов по Цельсию на градусы по Френкету при однократном нажатии. Немного не логичным я вижу размещение датчика температуры, его по сути разместили в нижней грани, если устанавливать часы без открытия подставки, то значения могут быть неверными или даже запаздывать. Куда было бы логично разместить датчик температуры на верхней части. Ширина 64,7 мм, высота 64,7 мм и толщина 16,6 мм. Стандисплей, к сожалению, не имеет подсветки, да и углы обзора, если честно, не сильно большие, но к части китайских производителей все значения довольно читабельны даже в принципе издалека. В верхней части дисплея большим шрифтом отображается текущая температура и меньшим шрифтом текущая влажность, плюс над ней находится пиктограмма качества Wi-Fi подключения, ниже находится строка с отображением текущего дня недели, но тут считабельность немного похуже, так как производитель решил подсвечивать все дни, а текущей выделять рамочкой. Часы отображаются в нижней части дисплея, самую нижнюю строку занимает текущая дата и месяц и год. Потребление часов реально минимальное, по сути 0,3,0,6 мм. Я честно не могу понять, почему не было сделать эти часы со стройным аккумулятором необходимости по зарядке допустим раз в месяц. Сравнение с другими приборами по измерению влажности и температуры. Ну давайте сравним показания с другими устройствами. Вот один датчик Xiaomi, вот второй, а вот наш датчик. Что ж, как видим, данные практически совпадают 27, 28, 28, если говорить про влажность 144,2, 44,7, 45, ну то есть 0,5%, а по поводу температуры 0,1 градус, ну 0,2, ну 0,1 скорее всего, даже так возьмем, то в принципе я считаю очень неплохим результатом. Устанавливаем или открываем приложение Tuya Smart или Smart Live. Инструкция просит включить блютуз на телефоне, включаем его. Теперь переходим в поиск устройств и находим наше устройство. Автоматическое устройство у меня не обнаружилось, это действует по такому принципу. Смотрим какой протокол подключения требует устройство. В моем случае это Wi-Fi. Далее выбираем розетку Wi-Fi и добавляем устройство. Не забываем подержать около 10 секунд кнопку на задней части часов для перехода в режим сопряжения. Выбираем вашу Wi-Fi сеть и указываем от нее пароль. Сразу же происходит устройство найдено и добавляем его в умный дом и сразу же сейчас должно произойти синхронизация времени, дня, недели и даты. На главной панели приложения Tuya Smart устройство отображается среди датчика температуры, причем с отображением текущей температуры и влажности. Внутри плагина отображается текущая температура и влажность, причем показатели довольно быстро меняются. Практически как на дисплее часов, так и на экране смартфона. Ниже подсказка, что тем и про комфортное, но в помещении влажно. Еще ниже есть график температуры и влажности, нажав на который мы попадаем в истории температуры в разрезе дня, месяца или года. То же самое если перейти на вкладку влажность. День. Месяц. Год. Настроек не так уж и много, от слова совсем. Только переключение с градусов на Цельсия на градусы по Фаренгейту. В общих настройках также все те же настройки стандартные для подобных устройств. По сути у нас простой датчик влажности и температуры. Автоматизация. Какая же автоматизация для датчика температуры и влажности? Я думаю самое актуальное это включение обогревателя или кондиционера или же увлажнителя, осушителя воздуха. Давайте я буду включать кондиционер, для этого зайдем сценарий и создадим два сценария. Один на включение, второй на отключение, при температуре более 24 градусов по Цельсию добавляем задачу на включение кондиционера. Включать я буду вот таким умным ИК приемником, ссылка есть видео у меня на канале, ссылка в описании под видео. Он может включить не только кондиционер, но любую технику с инфракрасным пультом управления. Ссылку оставлю в описании под видео. Запустить устройство. Выставляем температуру, ну допустим в 20 градусов. Так же мы можем изменить дни недели или время сработки автоматизации. Вторая автоматизация будет уже по отключению. по сути тут все точно так же, что если температура будет менее 21 градуса, то тогда запустить устройство розетка и просто выключить. Тем самым мы можем регулировать температуру непосредственно не в комнате с кондиционером, а в любой другой, используя встроенный в часы датчик температуры. В систему умного дома Home Assist часы пробрасываются через сервер Tuya. Для этого переходим в настройки, устройства и службы, далее перезагружаем интеграцию Tuya Smart. Входим в меню добавленных устройств. Здесь мы видим наш датчик TH-сенсор. По сути два сенсора, текущая температура и текущая влажность. Добавляем его на панель главного экрана и здесь уже можем выбрать какой-то вариант отображения по своему вкусу. Допустим, вот такой какой-то график. Такой. Такой. Либо же вот такой. В целом, с учетом небольших недоработок в плане отсутствия встроенного аккумулятора за свою стоимость по сути устройства два в одном. Часы с отображением всех нужных параметров и умный датчик влажности температуры в экосистему умного дома. На месте китайского породителя я бы добавил возможность создания будильника, возможно подсветку дисплея, так как устройство всегда подключено к сети 220 вольт. Но и встроенный бы аккумулятор не помешал. Кстати, уже есть новая версия. Ссылку на него я выложу в описании под видео. Там тоже есть уже отработа трех батареек типа ААА и есть подсветка. В целом, цена устройства уже немножко чуть больше. Все ссылки на товар вы найдете в описании под видео. Там же ссылки на группы в социальных сетях, телеграм-канал, где вы найдете не только новинки и интересные устройства умного и не очень дома, а также прочие купоны, скидки и акции. А в телеграм-канале еще ответы на вопросы и большое собственство. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok